Здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдет о новом умном замке Xiaomi Akara N100, который является частью большой и постоянно растущей экосистемы Miho. За предоставление устройства на обзор отдельное спасибо подписчику канала Артем. Модель Zen MS12LM, интерфейс Bluetooth 5.0. Варианты открытия по отпечатку пальца до 50 пользователей. По паролю до 50 постоянных, 25 временных и 8 одноразовых паролей одновременно. По NFC тут есть ограничения, а не в дальше 25 метров. При помощи ключей в комплекте 2 штуки. Из приложения Mi Home с телефона возле замка. Из приложения Apple Home Key. Корпус металлический всепогодный, рабочая температура от минус 25 до плюс 70 градусов Цельсия. Влажность от 0 до 93%. Питание 8 элементов 2А, по 4 на основное и резервное. 18 месяцев работы от одного комплекта батарей. Аварийное питание USB Type-C. Приехал в замок большой картонной коробки, при пересылке не пострадал, все в полном порядке. Иероглифы на коробке свидетельствуют о ориентированности на китайский рынок. Указан интерфейс Bluetooth и поддержка приложений Mi Home и Apple Home Key. На торцах коробки можно понять только пиктограмму, которые рассказывают о базовых возможностях замка. Тут же указан номер модели, основные параметры в соответствии с стандартам, как я понимаю, описывающих требования к верным замкам. Приступим к осмотру содержимого коробки. Добавлю, кстати, что упаковка очень основательная и повредить содержимое очень непросто. Хотя, конечно, если задаться целью, то возможно. В комплекте есть установочная карта, необходимая для корректной врезки замка. Замечу, что лучше всего заказывать замок под новую дверь, сразу изготавливаемую в соответствии с этими размерами. Небольшая инструкция тоже полностью на китайском, но по картинкам и при помощи камеры телефона и Google Переводчика вполне все можно прочитать. А на этих картинках показано, как пользоваться замком, варианты открытия снаружи и изнутри. Далее под картонным держателем находится отделение с самыми объемными частями, наружными накладками. По умолчанию ручки накладок ориентированы на правую сторону открытия двери, но меняется ориентация очень просто, чуть дальше я покажу как. На внутренней части ручка имеет кнопку фиксатора и ручную блокировку. На внешней стороне ручка оборудована сканером отпечатков пальцев. Верхняя часть имеет кнопку дверного звонка, клавиатуру для ввода пароля и зону чтения на все карточек. В нижней части закрытая крышкой скважина для ключа. Отложим пока сторону накладки, к ним мы вернемся позже, посмотрим что тут еще есть. Под слоем с накладками нашлись еще две картонные коробки. В меньшей коробке обнаружились батарейки, хотя в описании товара было указано, что они в комплекте не идут. Кроме них цилиндр с двумя аварийными ключами, крепеж и штифты. На упаковке указаны размеры цилиндра. Он очень небольшой, а вот ключ достаточно объемный, аналогичный по конструкции к тем, которые я показывал в обзоре 12 модели замка, Акара С2. Штифт для ручки, как и в предыдущих версиях замков, двойной. Одна часть неподвижная, другая вращается, длина 13 см. Длина винтов для соединения накладок между собой почти 11 см. Они имеют своеобразную конструкцию резьбы. В большой коробке находится внутренняя часть, собственно сам запорный механизм и полагающийся к нему аксессуары и крепеж. В том числе металлическая планка для ответной части, которая устанавливается на дверной коробке и винты для ее крепления. Замок имеет защелку, три засова запорного механизма замка и один засов для ручной блокировки. Замок электромеханический, с задней стороны имеется кабель управления, подключаемый к накладке. Сверху и снизу имеются выдвигаемые рычаги для управления вертикальными засовами, если они предусмотрены конструкцией дверей. Длина наружной части замка 240 мм. Внутренней части примерно 175 мм. Глубина 95 мм, но хочу напомнить, что все необходимые размеры указаны в установочной карте. Вернемся к накладкам. На внутренней части внизу имеется ручка для ручной блокировки замка. На нижнем торце отверстие для динамика, так как замок выполняет и функции дверного звонка. Здесь же находится и щель для открытия батарейного отсека, наличие которого можно догадаться по рисунку внизу. Держится крышка на защелках, снимается легко и быстро. Для предотвращения случайного открытия дверей, например, детьми, кроме ручного засова, служит еще и кнопка-фиксатор на ручке, не нажав ее, замок не открыт. Внутренняя часть, которая будет находиться со стороны двери, по всей поверхности покрыта прорезиненной накладкой, которая будет предотвращать попадание влаги внутрь. Интерфейсные разъемы для подключения кабелей также надежно закрыты. Их два. Один для подключения внутренней части замка, другой для наружной накладки. Тут же продублирован номер модели и основные параметры устройства. На наружной части, в самом верху, находится кнопка дверного звонка. Она, в отличие от находящейся чуть ниже клавиатуры, плохо видимо в неактивном состоянии, имеет нарисованную краской пиктограмму звонка. Сканер отпечатков пальцев находится в ручке замка. Многое в конструкции Acara N100 позаимствовано от Acara S2, они очень похожи внешне. В нижней части находится круглая крышка, скрывающая замочную скважину. Как это работает, я продемонстрирую далее. На внутренней части, тоже защищенная прокладкой, имеется отверстие для доступа к личинке замка. Для подключения к внутренней части используется кабель. На нижнем торце, незаметно для окружающих, находится аварийный порт питания USB Type-C и отверстие динамика сигнализации. Переброс ручки замка на другую сторону тут очень простой. Фиксация ручки осуществляется при помощи одного единственного винта с внутренней стороны. Его нужно просто вывинтить. После этого одним круговым движением ручка перекидывается на другую сторону. Фиксируем ручку при помощи винта. Аналогично и для другой части. Отвинчиваем, перебрасываем, после чего возвращаем винт на место. А с защелкой замка все еще быстрее и проще. Нужно отвинтить два маленьких винта, на которых держится металлическая планка, снять ее и просто повернуть защелку в другую сторону. А после этого привинчиваем планку обратно. Начнем собирать испытательный стенд. Цилиндр замка необходимо установить прорезью ключа в сторону внешней накладки. Штифт, той стороной, что проворачивается, тоже должен смотреть в сторону внешней части замка. Скоба на нем должна пройти сквозь замок, зафиксировав штифт, и находиться со стороны внутренней накладки. Только в таком положении достигается корректная работа замка. Наружная часть будет открывать только после авторизации, а внутренняя всегда. Теперь добавляем внутреннюю накладку. Отверстия для винтов находятся, конечно, на ее стороне и прикрываются заглушками. Длина винтов около 11 см, и для большинства дверей она будет явно избыточна. Для этого винт имеет между резьбой специальные промежутки, чтобы его можно было обрезать до нужной длины. Интерфейсные кабели перепутать нельзя, так как один из них имеет 8 контактов, а во второй 10. Подключаем кабели от замка и внешней накладки к внутренней стенд почти готов. Так как замок предоставлен не только для обзора, все испытания будут лишь в формате этого стенда, без установки в дверь. Для работы достаточно поставить только 4 батарейки 2А, второй отсек служит для резервного питания. Теперь пора подключить замок к MeHome. Находим замок в списке устройств, запускаем мастер подключения. Выполняя его предписание, зажимаем кнопку сброса на замке, находящуюся возле батареи. После этого нужно придумать 6-значный код, который нужно будет вводить каждый раз при запуске плагина замка. Далее система генерирует свой код, который нужно ввести на клавиатуре замка для сопряжения. Ждем завершения работы мастера подключения и проходим 3 финальных шага. Выбор локации, имени устройства и доступ к другим MeA. Теперь замок появился в списке устройств. Можно запустить плагин, введя созданный шагом ранее код. Плагин сразу предложил обновить прошивку замка, что заняло довольно продолжительное время. После этого я сразу изменю настроек плагина, переключил язык голосовых уведомлений замка с китайского на английский. Теперь пришло время добавить нового пользователя, администратора. В отличие от ZigBee замков, процедура добавления и ввода пароля происходит в плагине, а не с клавиатуры замка. Но, примерно в это время у меня возникло непредвиденное обстоятельство в виде включившейся сигнализации замка. Отпечаток пальца администратора я добавлял подвой сиреной замка, которая довольно громкая и пронзительная. Как выяснилось, на внутренней части наружной накладки имеется микропереключатель. Он должен прижиматься к двери. Но у меня он был, понятное дело, отжар, из-за чего замок считал, что его сорвали с двери хулиганы и безостановочно орал. А на внутреннем замке имеется свой датчик в виде треугольного язычка под защелкой. Когда дверь действительно закрыта, язычок упирается в металлическую накладку ответной части. А если нет, значит дверь не закрыта, даже если выдвинуты запоры. Зажав оба датчика, я, наконец, мог спокойно приступить далее к изучению замка. Пользователи добавляются из приложения. Выбирается тип пользователя, администратор или обычный. Пароль вводится в приложении отпечатки пальцев со сканера замка. Телефон должен быть в непосредственной близости от замка, это называется локальный режим. Для открытия по NFC замок предлагает два варианта. Открытие при помощи Mi Band 4 версии с NFC, либо при помощи телефона Xiaomi с NFC. Пошагово описан процесс активации модуля NFC на Mi Band 4. На телефоне с NFC, с пакетом MyWallet, необходимо запустить приложение Hard Emulator и в нем добавить виртуальную карту. Выбрать тип карты, Mi Smart Door Lock. После этих действий браслет или телефон нужно зарегистрировать, поднеся к замку. К сожалению, проверить этот функционал у меня не получилось чисто по техническим причинам. Перед тем, как перейти к демонстрации работы замка, давайте закончим с мехом. Состояние замка видно на главном окне плагина. Закрыт и заблокирован, закрыт, но засовы не выдвинуты и открыт. Меню настроек. Кроме смены языка, который я уже показал, тут есть еще много интересного. Например, режим защиты. Это логический режим, который можно использовать в сценариях, про них чуть далее. Режим защиты ставится, когда замок закрывается снаружи, а снимается при корректном открытии тоже снаружи. Это позволяет его использовать для постановки и снятия умного дома на режим охраны. Временные пароли. Замок можно записать до 8 одноразовых паролей, которые могут быть использованы, естественно, только один раз. Временные пароли до 25 штук. Можно устанавливать либо по фиксированному времени, либо периодически. Для пароля по фиксированному времени просто устанавливаем время начала и завершения срока работы. В этот период пароли будет работать. Это удобно, например, для сдачи квартир на временный период. Можно задать пароль, который будет работать только в указанные дни недели и временной интервал. Он называется периодически. Пригодится для, например, доступа сотрудников только в рабочее время и будние дни. В автоматизациях замок может работать как условие. И предлагает целых 22 варианта событий, в которых включены все возможные и невозможные ситуации. Все варианты открытия замка. Причем как все подряд, так и по конкретным паролям, отпечаткам или меткам. Звонок в дверь. В состоянии, когда дверь не закрыта, язычок замка не прижимается. Тут есть упомянутый мной режим охраны. Когда вы уходите и закрываете дверь снаружи, шлюз ставится на охрану. А когда приходите и разблокируете замок, снимается с охраны и не орет почем зря. Напомню еще раз. Каждый вход в плагин замка требует ввода начального пароля. Добавление и редактирование пользователей и открытие замка из приложения только в непосредственной близости от замка. Состояние, логи, автоматизации можно удаленно. В систему замок прокидывается при помощи Bluetooth шлюза. Использование встроенного замка. Он может быть и условием автоматизации. Открытие при помощи отпечатка пальца. Открытие через приложение. Нужно быть рядом с замком. Открытие паролем. Открытие ключом. Открытие ключом. Открытие замка изнутри Открытие администраторской учеткой замка с выдвинутым ручным засовом Реакция приложения на действия с замком Сравнительно с предыдущей версией Acara S2, новый замок получился гораздо богаче в плане функционала Это и возможность разблокировки замка из приложения, возможность использовать одноразовые временные пароли Пусть ограниченная, но все же возможность работать с NFC метками А также, конечно, вдвое больше список событий для использования в автоматизации К сожалению, вопросы, связанные с эксплуатацией и установкой этого замка Подробно я осветить не смогу, так как устройство предоставлено мне только для обзора Но все же надеюсь, что ответы на многие вопросы вы получили при просмотре моего видео На этом все Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео Если видео вам понравилось, ставьте лайки Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал Дальше будет еще интереснее До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok